Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для всех! Путь Магнуса Карлсона на чемпионате мира по шахматам Фишера оказался весьма непростым. Проиграв со счетом 1-3 полуфинальный матч российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему, Магнус Карлсон вышел на матч за третье место против неудачника другого полуфинала узбекского гроссмейстера Надербека Абдусаторова. Честно говоря, очень хотелось увидеть противостояние этих двух сильных шахматистов, действующего пока еще чемпиона мира по классике и чемпиона мира по быстрым шахматам. И ожидания болельщиков полностью оправдались. Первая партия закончилась победой узбекистанского шахматиста. Во второй и третьей победу праздновал норвежец. И вот в четвертой партии, которую мы с вами сейчас рассмотрим, должно было решиться все. Сумеет ли Абдусаторов сравнять счет и перевести игру на тайбрейк? Или же Магнус Карлсон возьмет свое и в конце концов завоюет бронзу чемпионата мира? Итак, в этой интересной позиции, которую выпало играть шахматистам, g3 сыграл Абдусаторов d5, f4, g6. Конь f3, конь f6, конь b3. После b6 белые играют d3 и на c5 выводят слона на f2. Конь c7 играет Магнус Карлсон, ферзь e1. Белые готовят отступление ладьи на d1 при длинной рокировке, а также подготавливают продвижение e4. Слон b5, 3-0. Как мы видим, ладья просто перебрасывается через короля, остающегося на месте. Конь g4 играет Карлсон, нападая на слона. И здесь белые вполне могли поберечь свою дальнобойную фигуру, сыграв слон g1, но Абдусаторов сразу ставит пешку на e4. После размена Карлсон мог поддержать центральную пешку ходом e6, сохраняя весьма крепкую ситуацию в центре. Но вышел слоном на c6, g4, ферзь d7, нападая на пешку, защита, и теперь уже Карлсон делает длинную рокировку. Ладья f1, h6. Конечно, размен пешек g4 и h6 на руку черным, потому что их ферзь на g4 будет значительно активнее своего белого коллеги на h6. Едэ, поэтому играет Абдусаторов, после конь d5 ставит коня на e5. Происходит размен и ферзь e6. Карлсон пока что ферзем блокирует пешку соперника. И здесь размен пешек g4 и h6 на руку черных, поэтому Абдусаторов играет ферзь g3, Карлсон же форсирует размен слонов, отходя на c7. Взяли, забрали, ладья e4, и теперь уже черные пешку блокируют конем. h4, g5. Карлсон подготовил очень хорошее поле f4 для своего скакуна. И после h5 располагает свою легкую фигуру на этом поле. Конечно, жертва качества в таких условиях вряд ли может быть рекомендована белым. Поэтому коня f4 пока что нужно терпеть. Ладья d1, ладья d7, король b1, ладья fd8, ферзь f2, ладья d5. Позиция примерно равная. И в этом положении белым лучше было активизировать своего коня, поставив его на d2. И после ладья d4 можно сыграть, например, a3, сохраняя равенство. Но узбекистанский шахматист решил сыграть иначе. Он пошел конь c1, и Карлсон зашел ладьей на d4. Как ни странно, лучшим решением за белых здесь является возвращение коня на b3 с целью определить дальнейшее действие ладьи d4. Но Абдусаторов забирает на d4, и после ладья бьет d4, опять же нужно было прогнать ладью с четвертой линии, сыграв конь b3. Но чувство опасности изменило молодому гроссмейстеру. Он сыграл ладья f1, присматриваясь к пешке f7. И Магнус Карлсон наносит удар ферзь g2, нападая на пешку g4 и предлагая размен ферзей. Чемпион мира по классике точно рассчитал последствия перехода в эншпиль. Его фигуры будут значительно активнее, а созданная проходная по вертикали g будет очень перспективной. После взятия на g2 ладья бьет f7, сыграл Абдусаторов, напав на пешку e7. Он мечтает создать свою проходную по вертикали e и еще больше активизировать свою ладью. Но Карлсон защищается и после ладья h7 забирает на g4. Ладья бьет h6, как мы видим все-таки эти пешки оказались разменены. Правда после взятия ладьями, а не ферзями, что было возможно раньше. Конь f4. Черный конь возвратился на свое законное поле. Несмотря на то, что сейчас у белых формально лишняя пешка, позиционные факторы целиком на стороне черных. Они образовали мощную проходную пешку g, которая может быть поддержана как ладьей, так и конем. В то время как белые король и конь являются пассивными фигурами. Абдусаторов осознал, что попал в очень трудную ситуацию. Поэтому ходом b4 пытается замутить воду и сбить Магнуса Карлсона с верного курса. Но норвежец не берет пешку b4, что в принципе было возможно, а играет ладья g1, создавая угрозу конь e2 и освобождая путь пешки. Король b2 играет Абдусаторов, развязывая коня и g4. Белые забирают на c5, а Магнус Карлсон даже не тратит время на взятие этой пешки. Играет g3. Он осознает силу своей проходной, которая вот-вот станет ферзем. Шаг, король c7. И тут Абдусаторов придумал вот такой интересный тактический трюк. Ладья g6. Ставит ладью под бой коня. В принципе, ладью забрать можно было. Да, у белых появлялась своя пешка g, которая стремится в ферзи. Но после g2, g7 ладья бьет c1. Конечно, брать ладью нельзя. Будет g1 ферзь шах. И черные уничтожают белую пешку. Если же поставить ферзя, то g1 ферзь. У белых нет ни одного нормального шаха. Ну а у черных лишняя ладья и атака на белого короля. Но Магнус Карлсон не стал рисковать. После ладья g6, в принципе, этот ход вообще не создает никакой угрозы. Норвежец просто сыграл g2. И на ладья g7 пошел ладья e1. Сейчас черная пешка защищена конем. Пройдя на g1, она станет ферзем и будет защищена ладьей. Видя безнадежность ситуации, Абдусаторов сдался. Таким образом, Магнус Карлсон выиграл финальный матч у Надербека Абдусаторова со счетом 3-1. И завоевал бронзу чемпионата мира по шахматам Фишера. С чем мы его и его болельщиков поздравляем. Что же касается Надербека Абдусаторова, то, как мы видим, чувствуется пока недостаток опыта игры в подобных турнирах. Надербек великолепно прошел групповую стадию, показав абсолютно лучший результат из всех 8 финалистов. Но потом в полуфинале разгромно проиграл Накамуре. Видимо, тут сказался класс и опыт игры Накамуры в шахматы Фишера. Не будем забывать, что в 2009 году американец завоевывал первенство мира по шахматам Фишера. Поэтому опыта игры в этой разновидности шахмат у Накамуры хоть отбавляй. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.